В 2002 году я попал в заложники, когда служил в Конго. Я украинским офицером служил в Конго в составе Миротворча Миссио. Так вот, меня пленило, было такое РСД, Ралифа Конголез Демокрасси, такая полубандитская организация, которая считала себя какой-то воинствующей стороной. Это дети в возрасте 14, 18, 19 лет, не образованные, вообще никакого образования. Полураздетые, голые, но с автоматами, с гранатометами. У них никаких нет принципов, для них убить, выстроить кого-то, это ничего не значит. Они ни за что не переживают. Говорить с ними о чем-то, объяснять им что-то невозможно, потому что они говорят только на своем языке курунди. Курунди – это очень редкий язык. Я говорил на английском, французском, естественно, на нашем, на украинском, на российском, но я не мог говорить по курунди. И когда я попал в заложники, я не хочу вспоминать те ужасные три дня, но я был в ужасном состоянии, потому что я не понимал, что происходит. Они могли со мной делать все, что хотели, но я не мог с ними общаться никак. А когда ты попадаешь в плен или в заложники, то, что сейчас происходит, надо уметь говорить, уметь говорить, чтобы выжить. Тогда я не мог. У меня было тогда одно желание, чтобы рядом было отделение моих солдат, чтобы мы были с оружием, чтобы мы как-то отбивались. Вот тогда у меня было такое желание. Погибнуть, но только не попадать в тот плен. Что я сейчас вижу в нашей войне? Я родился в Советском Союзе, я воспитался в Советском Союзе, я в 88-м году закончил школу, в 92-м я закончил военное училище. И у меня было в голове заложено, что русская культура, русская литература, русская история и так далее – это какие-то такие очень высокие, очень мощные понятия, которые закладывали базовые основы нашей жизни, что это все такое какое-то мощное-мощное. Но за последние 20 лет, после приходя к власти Путина, я вижу, я вернусь опять, и офицеры, с которыми я раньше воспитывался, учился, потому что я военный бывший, и это были достаточно грамотные офицеры, особенно те, которые заканчивали академией. Это вообще считалось элита, с ними было интересно. Это офицеры, которые могли говорить на совершенно различные темы, не только на военные и не только на исторические, на различные темы могли говорить. Что мы сейчас видим? Мы сейчас видим молодых офицеров, у российских молодых офицеров, они одебилизированные, они ничего не понимают, они ничего не хотят понимать, они не умеют разговаривать литературным языком, они матерное слово используют как основное слово даже при общении со своими мамами и папами. Это у меня в голове не помещается. Да, я тоже люблю материться, кто меня знает, друзья, я могу заматериться, я могу выкорострить это и какие-то матерное слово в том выпадку, если я разумею, что тот, кто меня слухает, вот самое это матерное слово будет для него наикраще, для того, чтобы разумеете ту эмоцию, какую я высловлю, або те обставины, какие я высловлю, для того, чтобы все не описывать очень долго. Так вот, что мы сейчас смотрим? Что армия российская, она дебильная. Они умеют стрелять, убивать и вообще не умеют думать. От слова совсем. Им сказали, когда они сюда шли, гражданских не трогать. И они как-то первую неделю вроде гражданских не трогали. А потом мы сказали, всех подряд убивать. Они теперь убивают всех. Это уроды, блин. Никто из них не хочет замысливаться. То есть, с такими людьми разговаривать бессмысленно. Их надо убивать. Но эти же люди страшные, я вспоминаю тех, которые были в Конго, ведь они несут ужасное разрушение. Он стреляет в жилой дом, и он стреляет в наш красивый жилой дом, в Буче, в Борзове, в Гастобеле, в Харькове, в Мариуполе. Не потому, что он хочет убить врага, а потому, что он ненавидит эту красоту, которую он видит. Потому, что он не может этого создать. Чем мы отличаемся, украинцы, от этих? Мы стремимся к красоте, а они уничтожают красоту. Потому, что они не способны к ней стремиться. И их еще и дебилизировали за последние 20 лет. Поэтому призывать их к чему-то, надеяться на что-то, бессмысленно. Это конченое, путинское конченое поколение. Это жопа. Меня зовут Андрей Олегович, я бизнес-консультант, психотерапевт, бизнес-тренер. Я много лет работаю в России. Я гражданин Украины, я много лет работаю в России. Я из Одессы родом, я филолог русский. Половина моей крови русская, половина, ну, русская родня моя на Урале. Украинская из-под Николаева. Вы не понимаете, правда, дорогие украинцы и дорогие россияне. Как бы это ни звучало сейчас. Вы не понимаете одной, ну, несколько очень важных вещей. Украинцы. Вы пытаетесь достучаться до россиян, призываете их понять. Дорогие мои, они не хотят вас понимать уже давно. Уже давно русские, россияне, в том числе, можно так сказать, относятся к нам, к украинцам, как к людям второго сорта. Для того, чтобы это понять, достаточно быть украинцем в России. Вы человек второго сорта. Почему? А вот хер его знает. Вот потому что мы люди первого сорта. Понимаете? Вот мы русские, великие, а вы говно собачье. Ну, такие, недорусские. Это первое. Я знаю, сейчас кому-то это очень сильно не понравится, но поспорьте со мной. Поспорьте. Второе. Русское мышление, русская ментальность, она изначально агрессивна. Повторю, я филловик, и тема моей дипломной была европеизация русской культуры и так далее и тому подобное, начиная с 16 века. Я историю России знаю лучше, чем абсолютное большинство граждан России или этнических русских. Поэтому вся история России – это история насилия. Насилие над теми, кто рядом, над соседями. И насилие над своими собственными гражданами. Начиная, ну, я раньше Алексея Михайловича, тишайшего отца Петра Первого, не заходил в историю России. Но до сегодняшнего дня, вот до сегодняшнего дня, это история насилия над своими прежде всего. Поэтому, дорогие мои украинцы, первые, не надейтесь, что вам будут сострадать. Не будут. Третья причина – еще и потому, что они смотрят российское телевидение, слушают российское радио, читают российские статьи. И смотрят российские всевозможные новостные каналы и порталы. Если бы вы, вы, гражданин Украины, были здесь в течение нескольких недель, я уверяю вас, вы тоже подумали бы, что хохлов надо мочить. Я хорошо помню 14-й год, когда я здесь работал. Повторю, я бизнес-тренер, я бизнес-консультант. Я обучаю людей тому, как делать деньги, а также тому, как управлять, используя другие, используя светлые, используя гуманные какие-то способы. Не насилие ни в коем случае, это противоречит моей природе. Так вот, в 14-м году я был здесь и вынужденно сидел у кого-то в приемной, у очередного заказчика, и смотрел, ну там просто был включен телевизор в Москве. И я так несколько раз попал за вот эту историю крымская и эти ДНР и ЛНР. И я понял, что вот если бы я был в России несколько лет, даже всего лишь несколько лет, я бы тоже подумал, что хохлов надо мочить. Поймите правильно, культура, современная культура, современное общество российское, оно построено на лжи и насилии. И здесь невозможно понимать, что на самом деле происходит украинцы, не испытывайте иллюзий. Они не могут понять, что происходит, потому что они уже настолько зашорены, за забиты мозги, это невероятно. И не забывайте, да, конечно, не у всех. Ну давайте посмотрим. Население России по состоянию на 21-й год было 144 миллиона, там с чем-то, ну 145 миллионов. Из этих 145 миллионов сколько вышли сейчас на улицы? В лучшем случае десятки тысяч. Дорогие мои, 145 миллионов считают, что все, что сейчас происходит, или правильно, или не так уж и страшно. Потому что они даже не видят того, что происходит, а когда и если видят и слышат, у них уже такой фильтр, у них уже такие наслоения и залежи вот этих вот каловых ментальных масс, они не понимают, что происходит. Украинцы, перестаньте призывать россиян выйти на улицы. Слушайте, ну бытьте адекватными. Ну на какие в черту улицы? Во-первых, выйдешь, тебя свинтят. А русские люди, они же только на словах, в книгах и в кино храбрые. Они совсем не храбрые. И украинцы, поймите правильно, им нечего сейчас защищать, потому что их жизнь не сильно вообще изменится от того, что вас поубивают. Объясню почему. У почти 80 или более 80 процентов населения России даже нет загранпаспортов. Они никогда не выезжали и не собираются выезжать за границу. Абсолютное большинство тех, кто выезжал за границу, выезжали или в Турцию, или в Египет, или в Таиланд, или еще куда-нибудь. То есть они не понимают другой культуры. Им чужды европейские ценности, им чужды такие понятия, как прогресс и так далее, и так далее, и так далее. Я не рисую страшную, лживую, мрачную и очерняющую Россию картину. Это знают русские, сами знают. Правда, только те, кто действительно, вот кто действительно светел, кто действительно прогрессивен и кто действительно сострадателен. Таких, как мы можем видеть, очень мало. Почему? Да потому что, если бы их было много, этой войны просто не было бы. Поймите, очень простую и очень неприятную вещь. И вы, россияне, кто меня слушает, поймите, вас 145 миллионов. На улицах несколько тысяч, ну, может быть, десятки тысяч. Это первое. Второе. Моих знакомых в России, тех, кого я учил, тех, кому я помогал, тех, кто меня знает, вас десятки тысяч. И за эту неделю, страшную неделю, страшную неделю, мои дети были в бомбоубежище в Киеве. Так вот, за эту неделю от силы человек пять с территории России спросили, как у меня дела и не могут ли они чем-то помочь. Человек пять из десятков тысяч, кто меня знает в России. Как вы думаете, я должен к этому относиться? Вот так, как я отношусь. Поэтому, украинцы, дорогие, не тратьте время. Это бесполезно. Они ничего не сделают. Их все устраивает. Свифтам не грозит отключение от Свифта. А у них нет международных платежей. Проблема с долларом? Да их мало волнует. Да у них нет долларов. То, что весь мир закроет авиасообщение? Так им и не надо. Они даже по России не особенно летают. Я повторю, это статистика, и не моя, а российская. Чем вы еще можете достать? Цены повысят. Ну, так они и так повышаются. Что еще? Каких-то свобод общественных здесь не будет. Так их и так нету. Поэтому, дорогие украинцы, у вас нет шансов. У вас нет шансов ничего изменить в сознании россиян. Это правда. Абсолютного большинства россиян. Что, на мой взгляд, вам нужно сделать, дорогие? Перестаньте тратить на них время. Перестаньте тратить на них время. И запомните, поймите одну очень важную вещь. Когда человек теряет надежду, он начинает сопротивляться. Когда человек перестает верить, он начинает знать. Когда человек перестает любить, он начинает ненавидеть. Иногда бывают такие времена, когда ни места, ни любви, ни вере, ни надежды, ни мудрости. А когда место и время ненависти, злобе и беспощадности. И я не разжигаю рознь, как меня упрекают наоборот.